приветствую вас дорогие друзья мы с вами продолжаем играть во варен нашел я наконец-то нашел и наконец-то на нет в общем у меня сейчас на корабле стоит стоят модули значит модуль контроля турелей модуль контроля тоже в наконец-то выход для военных и гражданских и для военных для гражданских да почему-то потому что он для военных их я только хотел сказать наконец-то а для боевых вот здесь на 3 но пока так летаем этого вполне хватает а то будем будем ждать может быть что-то поинтереснее выпадет с гру в общем в общем то вот как то вот так сейчас все это выглядит торговать я общем ничего не торговал и я понял это что это занятие пока что для меня бесполезно и это связано с тем что ну там какие-то копейки абсолютно получаются вот плюс на как корабль я чуть-чуть увеличил поставил грузовой отсек нам его немножко сегодня изменим так как связи с тем что мы нашли на нет мы чуть-чуть поменяем материалы а вот и значит сейчас мы тут сразу чтобы потом не забыть здесь состоит из креативки просто был а вот посмотрел как это будет выглядеть конечно он становится неповоротливым а вот 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 такого класса корабль я хочу оставить нам проектах вот такие корабли у нас будут летать потом для того чтобы что-то добывать или может быть переделывать из них их переделать в авианосце в общем посмотрим потому что снизу очень хорошо можно пристроить для вылета самолетов ангар поэтому в общем подумаем как это можно будет обустроить сегодня мы переделаем корабль посмотрим на новые зоны и я не знаю я в общем помните в прошлой части мы с вами выполняли задание по бурению что такое там было чем как как сделать задание по торговле так и не понял потому что купите что-нибудь у торговца по у меня так и висит да здесь это вот здесь да у нас задание если кто-то знает как его выполнить милости прошу можете подсказывать вот торговая инструкция здесь никаких координат нет купите товар у торговца у какого торговца надо купить непонятно то есть может быть надо было покупать именно в тот момент когда давалось это задание может быть там стал какой-то я понять ну то есть здесь естественно я что-то покупаю продаю и и а кстати капитан мы нанять не можем эти еще 10 пассажиров возьмем потому что может понадобиться прошу прощения следить голос так я все что летел я хотел переработать труду у меня с собой немножко было и хотел вам показать почему я посчитал что он это не для меня торговлю почему про для меня проще где мы были заговорился улетел оттуда ну вы надеюсь видели рядом со мной было два астероида у одного из них был на нет и в нем было 100 тысяч на они то с теми лазерами которые нам дали за задание они пилятся вообще моментально ну как моментально пару минут и на нет ваш вот и таким образом мне кажется проще мне мне даже я вот за все это время если вы заметили вот у нас железо 721 титан 722 и на они то 320 я это сам все напилил прям буквально был очень очень быстро то есть как только нашел на нет я обратил внимание вот что у нас стоят эти лазеры и благодаря этим лазером просто очень быстро очень быстро все на перевод 13000 на они то просто вот что посмотрите как быстро будет происходить это просто 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 замечательно этими единственное что дальше чтобы лететь на полных встреченных сауне да и там уже нужно исследовать следующие лазеры титановые уже не не подойдут на они то вы нам либо их выбивать либо у какого торговца купить но не все торговцы нам что-то хорошее продаются здесь тем что вас плохие отношения отношения так наладил для этого нужно как раз торговать торговый модуль у нас вот это он не очень хороший и в общем все как-то не так вот и где же камень-то был хотелось эти 100000 выкопать дать вам но трюм был забитый было немного бесполезно было хотя бы копнуть чтобы от него все развалилась большому счету здесь можно оставить какой-нибудь корабль создать и чтобы он просто здесь нам добывало мы полетим с вами дальше посмотрим сейчас я чуть-чуть еще покопаю чуточку мы переделываем с вами корабль даже вот с этим не хочется прощаться вот честно у меня абсолютно что устраивать а привык к его маневренность привык к управляемости одесса вот он у него совсем тормозов нет он ведь летит не останавливать я хоть я понял что это не очень благодарная мысль создавать корабль в самом начале потому что каждый раз меняя материал меняются все его характеристики очень тяжело вот так подогнать потом от вот эти стандарты задание задание что у нас там за задание термоядерные ну есть еще идеи как поторговать конечно это прилетать в какие-то зоны где много каких-то заводов производственных да и и и там закупаться и потом летать искать где продавать вот вот каменное железо 57000 титан 15 я хочу вот те которые вот в таких камнях до находится вот 110 вот мы его опять нашли сейчас мы выкопаем займет от какое-то время но ну просто 100000 пропускать не хочет понять что у нас лазеры дают только у нас 90 процентов эффективности но 90 процентов я считаю что вот просто за задание какой-то чит в начале игры я конечно понимаю что мы играем на максимальном уровне сложности и нам это все в помощь но мне кажется такой небольшой перебор особенно для тех особенно кто играет на легком уровне сложности выполнять такие задания это просто можно войти за секунду венгейм влететь там сюда сделать все щиты сделать все корабли зна не то и раздуть его на максимум и даже на среднем уровне сложности вас не будет никаких конкурентов мне кажется даже лабораторию можно будет спилить не переделывая корабль в камень все это мы позже увидим естественно этом уровне так не получится и насколько я понял здесь все боссы в этой игре они шкалируются в зависимости от вашей мощности то есть что я хочу сказать вы если ну чем больше вы раздуваете щиты тем больше будет соответственно будет счетов у боссов у конечных я имею ввиду естественно не начальных боссов и ну мне так показалось потому что например играя в прошлый раз приходя на последнего босса на не знаю сейчас говорят еще кого-то добавили который в центре галактики был приходя к этому боссу например на авианосце у этого босса тоже были самолеты они меня просто замучили при этом когда я даже убил босса эти самолеты продолжали летать а ту релик у меня не было самообороны дали как они там называются при сами стреляют и пока я его там демонтировал я я уже не знал то есть я в концу концу уже просто улетел из зоны потому что но невозможно было не сбили щит и уже начали ковырять корабль но когда я приходил в другой игре этому же боссу без кора то есть бед не на авианосца обычном корабле просто с с обычными то есть пушками дату у него тоже не было самолет может быть это просто совпадение может быть это было совпадение не знаю то есть может быть тоже кто-то такое замечал да что такое то но стреляй давай сводить вот ладно сейчас допилю этот камень и вернусь к вам всех сейчас он лопнет забираем свои восемьдесят девять ну-то тысяч получилось 10 процентов по идее у нас должны были забрать из камни было сто тысяч по идее ну до 90 получается примерно все так что у нас по трюму прям у нас достаточно сейчас большой но он целиком набит а вот мы даже чуть-чуть не смогли забрать полетим переработаем и отправимся с вами дальше ну в общем вот так уже копать можно копать можно вот так достаточно быстро набирается и говорю если в принципе вот такой бурильчик здесь оставить и полететь дальше то я думаю что очень быстро можно набрать ресурсов плюс эти ресурсы продавать и таким образом еще может начать отношения наверное займусь этим даже тоже за кадром чтобы долго сейчас это этим не заниматься потому что нужны будут деньги такой корабль я летаю он примерно 200 60000 стоит в местной валюте и плюс еще у него ну плюс какое-то количество ресурс ресурс по ресурсам как видите проблем уже у нас практически нет а вот с деньгами до сих пор и есть определенные задрыгался а вот есть определенные проблемы предыдущие давайте чуть и работаем а минутку здесь на будет посидеть на не а 103 на они то переработают нам 95 ну то есть здесь еще у нас здесь 8 процентов забирают забирают на это потому что здесь отношения не прокачаны поэтому повышен процент зачистку но не страшно по пару пару единиц мы этому не обеднее но труда готова забираем ее и полетели полетели дальше так это я проверил запись потому что я не запустил их вот и за это время я еще оценился когда я зашел на свалку мне просто посели продлять будете я сказал буду у нас здесь два сальважера работают здесь или здесь а вот вот две свалки рядом мне по счет показал что вот здесь здесь кстати вот я пометил из титана добывающего можно создать добывающий бур на 97 процентов эффективности обалдеть вообще но туда надо возить 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 ресурсы и общем отношение качать пока мне это не очень хочется так мы хотели с вами создать кораблик я бы наверное даже вот этот бы отпустил и себе создал новый но 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 я сейчас подумаю нет я подумал у нас денег то я забыл забыл у нас денег ты не так много поэтому придется нам из этого корабля что такое переделывать давайте мне там в общем как я сказал я уже заходил в креатив и создал кара но не то что создал я этот же немножко переделал здесь не все из на они то то есть он частично так и остался из титана и железо и часть здесь чего-то на они то движки все те же принципе мы можем полностью перевести на на нет не знаю насколько это хорошая идея потому что он тогда взлетит и в цене и взлетит и в стоимость материалов да то есть но не знаю насколько это это правильно давайте берем его у нас естественно сейчас будет не хватать экипажа здесь я немножко уменьшил трюм потому что у нас принципе он разду да но у нас сейчас он составляет грузовой отсек на тысячи на один не пойму что двадцать пять тысяч до или нет 1 миллион двести пятьдесят тысяч вот так наверно да экипаж у один человек восемьдесят один пока у нас занято но вот с требуемые и производимой энергии какая-то беда прямо вот вот ну сейчас еще это может быть связано то что у нас механиков чуть-чуть не хватало часа хватает давайте посмотрим даже эти надписи они конечно убивают требуемой энергии у нас 20 гигаватт производимая 30 я даже не знаю честно говоря что с этим можно сделать вы чё обалдели я вот я реально испугался а чё так жестко и кстати вам хотел сказать что до этого ну-ка я сейчас развернусь только я переделал корабль и даже щиты не успели восстановиться и у меня две турельки стоят очень такие жесткие то ой-ой-ой-ой до этого прилетали пираты которых я просто разматывал здесь как делать ничего я хотел еще похвастаться сказать что мы сегодня повоюем в чумике пулемет стоят стоп где мы где мы а вот эту помню мы его спилили да и поэтому нам ничего не дали нет нам прости дружище ну вот вот тогда вот такое начало и два красных модуля это вы прилетели мне меня поздравить до снова кораблем окей 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 но мы даже не успели сейчас щиты поставить но в любом случае мы выжили просто вот сразу такой врыв был неожиданно и проверка корабля на прочность корабль еще абсолютно недоделан 2 2 2 одинаковых двойные турели они нам дали да вот я не посмотрел что это за ребята были ну в общем нам теперь уже не так должно быть страшно как как это было раньше в общем то я тогда и не посмотрел что у нас получается корпус 63000 и щиты 33000 насчет маловато до счета мечты надо увеличивать 4 надо увеличивать у меня вот мне нравится что у нас энергии прям беда какая-то материалы посмотрим генераторы энергии всех материалов но мне кажется у нас их достаточно что ерунда тогда такая пробуем их может объединить научить там на один блок да у нас объединился даже не знаю просто больше некуда их запихивать единственное что я поставил еще очень много ядра гибер гипер двигателя да ну как много в принципе вот всего стоит и теперь мы можем прыгать по моему на одну клетку даже без модулей единственно если их поменять давайте попробуем полетаем если будет не хватать тогда я честно говоря не очень вот не не инженер вот вот таких вот мелочах я понятия не имею почему так работает возможно надо весь корабль менять на на нет и тогда как-то все это будет будет полегче и попроще им будет летать да и попроще попроще воевать тогда будет в целом не кораблик уже нравится я уже по моему это говорил и я его там чуть-чуть еще постоянно подделываю но так уже я думаю что это на последние этапы а вот его доделывание дальше мы просто будем раздувать размеры концу игры здесь наверное нижний блок вот говорю я люблю такие достаточно универсальные корабли что снизу вот мы поставили с вами для хран вот этот склад называется вот на неважно можно принципе туда лоткнуть для самолетов ангары то есть это будет авианосец ну вот вот как то так немного он стал потяжелее сложнее управляется да я хотел посмотреть кстати говоря что нам там ребята выкинули что за пушки я тут весь запутался заходить эти здесь посмотрим 2 на 112 кстати говоря она это пулеметы до пулеметы но на 112 ну неплохо неплохо мы с вами больше пока ничего поставить не можем да у нас не хватает сейчас посмотрим может быть если получится воткнем получится воткнем у нас может быть что-то нет здесь корабль но мы не раздували сильно поэтому нам вот вот эти они нужны потому что у нас стоят две хотя у нас две турель всего стоят может быть по я у нас военных тоже она для гражданских мы вот этот модуль можем поменять если мы поедем пойдем сейчас воевать нам конечно другие совсем будут нужны нам нужны будут знаете что я подумал давайте вот что чем займемся пока будем готовить корабль к войне на следующий раз пойдем попробуем по боссам немножко пройтись может быть я может быть за это время мои сальважеры что-то еще выкопают а вот и может быть этом тут еще где-то прикуплю сейчас мы пойдем с вами на исследовательскую станцию мне кажется она где-то здесь даже была недалеко а вот и попробуем вообще все все пусто вот исследовательская станция по-моему сюда нам надо давайте что не туда пожал да а нет жмаю ввести кардионка вручную а уже забыл даже как прыгать вот ну в общем неплохо чем неплохо можем во всех сущих отбиваться если вовремя отлетать вот так тем более у нас щит был не готов но щит маловат щит маловат конечно 30000 надо его раздувать тоже намного больше но сам корабль конечно раздувать в первую очередь вот для того чтобы у нас всего было больше акте у нас исследовательская станция вот тут турельки кстати неплохие здесь по-моему это первая зона где нашел на они ты здесь я практически сам все выкопал включая полу тут и металлы и железо копал и титан копал по максимуму что мог выкопал много ускоримся пока ремонтировать корабль не буду то есть по пусть мои там инженеры механики поработают а вот не знаю кто из них там в этом принимает участие но так что во первых они будут прокачиваться во вторых нам меньше тратить потом день восстановимся в самом конце когда уже будет когда уже будет минимум там нужно или у нас отбили какую деталь в общем сейчас пока нам торопиться некуда да в этой зоне кстати тоже немножко воевал и вот сейчас который прилетали пират или кто там были за танцы даже на противо внимания пираты я могу сказать что они какие-то жесткие были что здесь я воевал и было очень здорово так нам нужно чего нам нужно изучить да мы сейчас попробуем чего-нибудь по объединять может быть что-то полезного у нас получит хотя не начало объединять есть что-то здесь давайте вот этот принципе они нам кого это не очень нужны к можно еще подождать и дождаться когда нам это дадут для военных гражданских такое себе грузовые давайте попробуем собрать в общем сейчас что-нибудь на собираем может быть что-то полезное получится знаю насколько правда полезное но надеюсь что получится так ну пока бесполезно сейчас получается дальность радара вот с живот квантовые у меня вообще почему-то не выпадают я не знаю чем связано то есть вот все что угодно кроме кроме кванту у нас кстати выбор детектора дык уже к сани твой насколько понимаю чем выше ресурс тем они лучше работают может быть я ошибаюсь в это вот детектор c43 красненький бы нам найти был бы прекрасно здесь больше не просто менять то ничего до остальное более-менее жалко вот этот эффект руды не очень жалко ускорение двигателя вот такие штуки тоже ничего вот улучшен торговый модуль если мы найдем еще в принципе смысе не сделаем и нам ничего не даст да нам нужно нужны вот таких вот такие были папа четыре штуки но 4 детектора желтых вот дальность прыжка кстати но перезарядка энергии минус 18 процентов минус это хорошо или плохо возможно откат гипер двигателя минус 17 процентов то ребят понимает минус вот в данном случае перезарядка энергии минус то есть она будет медленнее перезаряжаться или наоборот быстрее на эти 18 процентов и то же самое с откатом я не очень понимаю что значит минус где это посмотреть а я знаю где посмотреть да мы посмотрим на попасть не за чуть объединять давайте пушки можно разобрать кстати на на свалке и собрать какой-нибудь свой наверно модуль может будет неплохо ну вот это белые это что у нас было гражданские гражданские военные вот это можно их пять штук как раз вот это не вот эти принципе не жалко нас их много даже зеленая получилось вот вот эти сейчас объединим много такой ерундой позанимаемся потому что это тоже надо периодически делать дальше сам поковыряюсь тут пока так ну все более-менее разобрался лучше уже конечно не будет ничего тут особо у меня там не прибавилось хорошего единственное что вот прыжка вот мы сейчас поставим наверное а вот и в принципе наверное больше ничего нет 43 только три штуки в общем пробовал там уже все подряд объединять почему выходит как обычно кладешь самую одну какую-нибудь самую ненужную и получается у тебя самое ненужное но по какому принципу то есть по принципу должно работать распределение 20 процентов на каждую из деталей то есть понимаете до 5 слотов на каждую 20 процентов соответственно если там четыре одинаковых это 80 процентов но и у тебя выпадает одна но и и так постоянно то есть это уже явно не рандом вот и что в конце хотел я просто вот попробовать еще в такие вот объединять не знаю зачем они мне в принципе не нужны их их вообще по правильному богу на свалке разобрать для того чтобы получить что-то такое более полезное по ресурсам но я просто хотел попробовать и в принципе тоже до объединяются получается но из того что мы объединяем железо железо до получается ну то есть лучше не прыгнешь то есть тоновые становится жалко немного но надеюсь что мы уже скоро с вами с вами будем что-то более полезное получать поэтому давайте попробуем такая вот если мы все титановые положим получится ли у нас что-то то есть не титановая титану то есть по идее по идее ну и dps получился 126 и так как-то в принципе неплохо да может быть тогда ну то есть опять же рандом такое что не очень понятно как работает ладно я прошу прежде меня почему-то голос садится не знаю из-за чего вот не знаю чем еще пока заняться тоже хочется повоевать я наверное сейчас а полетаю по может быть получится подруговать все-таки если получится потому что я хочу лучше не говорят вот ну вот все что мне нужно она просто вот здесь закрыт я хочу найти гипер двигатель кстати говоря дальность радара дано нам не нужно улучшение радара тоже не очень дальность радара опять же но это вот все не то c43 бы еще собрать опять за ноль смотрите вот второй раз за ноль давай вот я заберу их я заберу потому что потом будем когда объединять я все хочу красный c43 собрать и это полезно с тем что мы там нам будет проще выполнить миссию еще одно забыл как называется когда попав все там или не по всей карте надо летать собирать точки но с нашим гипер двигателем теперь это будет делать попроще а вот и мы ну и как я говорю я хочу подготовиться в принципе наверное к следующей серии может быть попробуем начальных боссов убивать этом с локса может быть есть найдем и может быть ну то есть зависимости от времени еще кого-то пока больше я принципе в боссов не знаю я знаю что появились какие-то новые но где их искать и образом с ними с ними воевать я пока пока не не знаю если я найду какую-то информацию то часть мы все посмотрим все всем спасибо за просмотр ставим обязательно лайки комментируем и увидимся с вами в следующей части всем пока пока